Кухня, мне кажется, это очень достойный кандидат на то, чтобы поменять подход к питанию городского жителя. То есть роботы управляют тем, что мы ездят по льду, в мороз, на велосипеде. Я понимаю, что у меня точка контакта с вами произошла. Вы могли бы ввести вклад в гендерное равенство, в освобождение женщин, в борьбу за разные права. Я даже думаю книжку написать. Сейчас я вас, можно теоретической частью прихлопну немножко. Ешьте грибы, которые уже кто-то ел. Это страшная вещь. Стыд, страх, пошли тяжелая артиллерия. Мои главные ошибки, как бы мне не хотелось бы этого, они еще впереди. Бизнес – это свобода. Да. Все прекрасно знают, что такое кухня на районе. Кухня на районе – это вещь, в которой нет минимальной суммы заказа и в которой, в принципе, еда стоит дешево, скажем откровенно. На чем вы делаете деньги, где бизнес? Ну, очень приятно слышать, что еда наша доступна. Кстати, это не все так считают, поэтому здесь вот отдельно. Если смотреть с точки зрения нашей бизнес-модели, то она необычна тем, что мы и готовим еду, и доставляем ее. Кухня, когда мы ее только задумывали, в этом была идея, что кухня должна стать заменой домашнему приготовлению. То есть вот кухня, как компания, она освобождает вас и каждого из наших уже сотен, тысяч клиентов от домашней рутины, приготовления, когда это вам не по душе или когда вы хотели бы заняться чем-то другим. Отсюда вытекает и все остальное. То есть для того, чтобы решить эту задачу, сама пища не должна быть какой-то сверх особенной, потому что она должна быть на каждый день. Кроме того, она не должна быть по каким-то очень высоким ценам, потому что это не ресторанное потребление, скажем так, модель. То есть если в любом ресторане вы, скорее всего, получаете не только еду, но еще впечатление и платите за это. Отсюда и цена состоит из двух компонентов. В случае с кухней так было задумано изначально, что остается только компонента самой еды. Когда вы отвечали на вопрос, я вдруг подумала, что на самом деле это могло бы быть вашей философией. Вы могли бы ввести вклад в гендерное равенство, в освобождение женщин, в борьбу за разные права. Ну, слушайте, я считаю, что если мы его могли бы внести, то мы уже его внесли, значит, таким образом. Единственное, что сам по себе знаю, что я очень люблю готовить, поэтому здесь я никогда не относился к тому, что приготовление еды – это удел исключительно слабого пола. А вы любите прям каждый день готовить? Нет, каждый день я не люблю готовить. Вернее, даже не то, чтобы я не люблю каждый день, но у меня нет возможности готовить каждый день. Но по выходным последние, наверное, недель 20 я точно как минимум один раз готовлю. Вы готовите по выходным один раз? То есть понимаете, в чем разница, да? Абсолютно верно. Вы обязаны готовить каждый день, три раза в день, и когда вы это делаете, когда вам нравится, в выходные один раз. Это огромная разница, и, собственно, это и есть квинтэссенция того, к чему мы хотим, вернее, какую задачу мы хотим, чтобы кухня решала. Чтобы она освобождала ваше время, когда вам не хочется готовить, и чтобы вы могли готовить только тогда, когда вам хочется это делать. Это вот как раз одна из самых свежих кухонь, она еще не успела вырасти до того, чтобы приносить прибыль. Большая часть нашей кухонь уже приносит операционную прибыль. Кухня в Сити еще только-только начинает свой рост, и, по-моему, пока еще нет. Ну, я не знаю, может быть, я вчера не смотрел цифры, может, начало приносить. Но на самом деле нет. Я думаю, что нормальный жизненный цикл кухни от ее открытия до того, как она становится у нас операционно прибыльной, это 5-7 месяцев. Соответственно, эта кухня открылась меньше, чем этот период. Эта кухня, казалось бы, работает на Сити, должна быть довольно прибыльной. Тут все рядом, большая концентрация, доставка у вас мало получается стоит, потому что ваш курьер может ехать на разные этажи за один раз и уйти несколько заказов. Да, идея, собственно, ровно в этом и заключалась, когда мы ее проектировали, открывали. Она, кстати, крупнее других кухонь по площади, потому что мы думаем, что это будет очень хорошим дополнением для жителей и гостей в Сити, их очень много каждый день. Но я же говорю, что она будет прибыльная, ей нужно немножко дать еще пару-тройку месяцев, ей просто нужно дорасти, еще только началось все. А сколько, кстати, сейчас всего кухонь? Сейчас 46. А вы не планируете франшизу открыть? Это идея, которая давно витает, и более того, о нас о ней просят. Прям просят, особенно часто нам задают этот вопрос из регионов. Многие ребята, люди, не знаю, как-то находят нашу модель, не знаю, может быть, бывают в Москве в гостях, и потом нам пишут. В том числе пишут лично, просто мне. Сейчас конкретно таких планов в ближайшие, не знаю, 3-4 месяца нет. Но мы всерьез-серьез об этом думаем, потому что, на мой личный взгляд и вообще на взгляд команды, модель, о которой я говорил, она не только новая, интересная, сложная и необычная, она еще невероятно хорошо подходит потенциально под франшизную модель. Те люди, я часто сталкиваюсь с тем, что они мечтают открыть ресторанчик или что-то. Это воспринимается часто людьми как такой душевный бизнес. На самом деле, правда такая, что ресторанный бизнес вообще не душевный, он очень сложный, жесткий и тяжелый операционный. Вот. Поэтому франшиза в целом помогает начинающему предпринимателю не набивать какие-то шишки и уменьшить это количество ошибок, потому что, по сути, франшиза хорошая. Франшиза дает тебе книжку, как сделать тот самый ресторан или штаб. Когда мне было лет 10, родители отдали меня в шахматную секцию. Зачем, сейчас уже никто не помнит. На шахматы мне никогда не хватало терпения. Однажды я так разозлилась, что перевернула шахматную доску. Это называется китайская ничья. В шахматную секцию я больше не ходила. Жалею ли я об этом? Наверное, да. Но сейчас можно закрыть гештальт и поселиться в комплексе Д-1. Название жилого комплекса – это позиция ферзя на шахматной доске. И это не случайно. Д-1 удачно расположен всего в двух минутах ходьбы от метро Дмитровская. А удобный выезд на Дмитровское шоссе позволяет в считанные минуты оказаться в центре Москвы. Пешком или на велосипеде отсюда можно добраться сразу до трех парков – Тимирязевский, Дубки и Гончаровский. Неподалеку – креативное пространство – флакон и хлебозавод номер 9. Жилой комплекс Д-1 – это три небоскреба – Эксельсиор, Кингчис и Блиц – от 30 до 60 этажей. Их уникальной архитектурой занималось бюро Камы. У каждого небоскреба свой цвет – алюминиевый, графитовый и бронзовый. Оттенки меняются в зависимости от освещения. Похожую технологию используют при окраске корпусов макбуков. Девелопер Мэр Групп использовал концепцию «вертикальный город», чтобы рационально тратить время на повседневные заботы и отдых, не покидая пределы жилого комплекса. В жилом комплексе Д-1 вам больше не нужно искать утром кафе для заказа кофе или вечером рассчитывать свой маршрут так, чтобы заехать в супермаркет за продуктами. Трехэтажный подиум, на котором расположены корпуса жилого комплекса, будет включать в себя торговый центр, кофейни, пекарни, фитнес-центр, рестораны и продуктовый магазин одной из ведущих сетей. В каждом лобби – лаунж-зона, колясочная и ресепшн. Самые маленькие жители всегда будут под присмотром, ведь в подиуме расположится детский образовательный центр. The Work-Life Balance отвечает благоустроенная территория от британского бюро Гелеспис. Это они занимались благоустройством в The Sky Garden и Cherry Garden в Лондоне. Провожать заходящее солнце теплым летним днем и наслаждаться видами зажигающихся огней города можно с уникальных панорамных площадок, которые разместятся на крышах корпусов Kingchess и Excelsior. Современные инженерные решения жилого комплекса соответствуют его статусу. Бесшумные скоростные лифты, круглосуточное видеонаблюдение в местах общественного пользования, доступ по биометрии, приточно-вытяжная вентиляция для свежего очищенного воздуха и многое другое. Хороший комплекс, мне нравится. Узнать подробности можно по ссылке в описании видео. Кто-то заказал спагетти карбонару. Кстати, одно из самых популярных блюд. Хотя мы, да, мы не специализируемся на пастах, но спагетти карбонару, да, достаточно новая русская национальная еда. А что еще люди любят? Расскажите, вы же видите много данных. Да, у нас большой массив данных. Вообще люди любят, разные люди любят разные, это абсолютно точно. Очень в топе всегда наши стандартные домашние позиции. То есть там борщ, сырники, котлеты по-киевски, какие-нибудь шницели из куриной грудки, это всегда топ. Кстати, как ни странно, очень часто в топе оказываются блюда такой близкой, не знаю, ментальной кухни. Вот многие пасты, многие, вот там, не знаю, скандинавский суп из рыбы. У нас есть отдельный отдел, который занимается данными, изучением всех потребительского поведения. Зачем это нужно? Потому что кухня каждую неделю меняет меню. Причем достаточно существенно. Около 60% позиций в меню, они меняются от недели к неделе. Это делается с одной целью, чтобы люди не уставали от нашего меню, чтобы кухня не превращалась в обычный ресторан или кафе, в котором одно и то же меню, и вы уже не можете ходить туда пятый, седьмой или там сто пятый раз. Для этого меню нужно менять. Это, кстати, очень сложная операционная вещь, смена меню каждую неделю. Вот этим занимается наш отдел даты, отдел анализа данных, и, соответственно, они создают алгоритмы, которые угадывают. То есть роботы управляют тем, что мы ездим? Да, 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 во многом именно меню, оно определяется роботами. Одна из суперинтересных, вот для меня лично было, находок, это то, что у нас в меню есть фитнес-меню. И так или иначе, это фитнес-меню, это такой раздел, где низкокалорийные, либо низкоуглеводные блюда, на которые всегда есть запрос. Люди, которые едят из этой полки, делают заказы большей части, время от времени, причем это очень часто, берут очень не, ну, скажем так, в противоположность неполезную пищу. То есть, например, у нас есть такое блюдо, банановые панкейки, их три. Это страшная вещь, да, там удар тысяч калорий. Да, там огромное количество калорий, оно залито таким сладким соусом, но есть свои фанаты. Так вот, есть фанаты этого блюда отдельно, это отдельная история, но вот есть люди, которые едят в фитнес-меню, и очень интересно, если посмотреть статистики, то вот идет полезное-полезное-полезное фитнес-меню, и потом раза два или три вот этих вот банановые панкейки. Большинство людей, когда они занимаются полезным питанием, для них это такой, в общем, подход и упражнение, вот, и потом они доходят до точки, когда им нужно расслабиться, и они хотят поесть абсолютно обычной еды. Я вам больше скажу. Вы знаете, что диетологи говорят? Когда вы долго сидите на диете, вам нужно обязательно сорваться, съесть что-нибудь страшно-страшно вредное, чтобы организм перезапустить, а чтобы перестаете терять вес. Да, я слышал, там называют это читмилами, но я скажу, что по вот этим статистикам это больше, чем читмилы. То есть там возникают серии. То есть, как по мне, там выглядит история так, что человек идет, 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 но потом ему нужно отдохнуть. А потом не остановиться. Просто отдохнуть нужно, да, там начинаются блинчики. Ну, это не один раз и не два, там начинается серия. По поводу бизнес-модели, все-таки давайте поговорим. У вас прибыль получается на ваших низких ценах, отсутствие минимального заказа. Где вам удается извлекать эту прибыль? Смотрите, у нас модель является прибыльной. Это всегда так и планировалось. То есть нельзя делать бизнес с заведомо отрицательными или убыточными моделями. Они просто неустойчивы. Поэтому, что касается юнит экономики кухни, то заказ у нас прибыльный. И порядок прибыльности что-то около 150 рублей на заказ сейчас этих. Но как компания в целом мы все еще в инвестиционной стадии. И сейчас мы убыточны, так же как весь 2020 год. По результатам 2020 мы покажем убыток. И большую часть 2021 года мы тоже будем убыточны на уровне всей компании. Но где-то к четвертому кварталу у нас есть вполне серьезные, уже проработанные планы выйти в прибыль на уровне всей компании. Ранее мы говорили о том, что у нас отдельные кухни являются операционно-прибыльными. Это так и есть. Их сейчас большая часть. Мы когда-то делали релиз, когда у нас первые три кухни стали прибыльными. Сейчас у нас около 30 с небольшим из 45 уже операционно-прибыльны. На уровне компании прибыльность ожидаем мы в четвертом квартале, я думаю. Может быть первый квартал следующего года. Ну то есть такие ориентиры. Вот в прошлом году у вас была выручка 633 миллиона рублей. И убыток 635 примерно. Примерно 636. Это... 19-й. А, получается... Прошлый отчетный. Вот хотел как раз спросить, что ожидаете в 2020-м. Я, наверное, вам не назову сейчас точные цифры, но выручка будет раз в... Наверное, в 7-8 больше, чем в 2019-м году по итогам. Это хорошо. Да, это очень хорошо, но нужно не забывать, что вот всегда, когда мы говорим дистанциями год, ну один год, это очень много, потому что компания всего три года, по сути, таких более-менее операционных, поэтому это такая треть нашей жизни. А во-вторых, когда компания динамично растет, обычно в начале года и в конце года это две разных компании. Но когда мы суммируем за год, получаются цифры, восходящий ряд. Но в 2020-м году, да, у нас будет выручка порядка трех миллиардов. Убыток нужно будет посчитать точнее, но он появится в отчетности, его будет видно, поэтому сейчас... Больше будет? Больше, чем в том году, но меньше, чем выручка, разумеется. Потому что в прошлом году у вас он был больше, чем выручка. Думаю, меньше, но давайте дождемся того, когда бухгалтеры закончат свою работу подсчетную. С такими убытками и с такими темпами роста сейчас принято выходить на IPO и получать какие-то бешеные оценки. Вы как думаете, сколько вы стоите? Ну вот мы на IPO не вышли, поэтому... Вы на эту стратегу продались. Гадать сложно, да, и сумму сделки я не могу раскрывать. Но при этом я могу сказать, что я думаю, что мы стоим дорого, но кроме такой вот оценки намного более важно, что, наверное, с каждым днем мы становимся дороже. По вашим ощущениям, сколько вы стоите? По моим ощущениям мы стоим, ну, не знаю, две-три выручки годовых мы точно стоим, может быть, больше. Для России это очень неплохо. Вы рассказали мне буквально несколько минут назад, что ваша модель не копируется за границей, не копируется на других рынках. Нет, пока что я не встречал. И пока я не видел компании, которая бы повторила вот кухню, вернее, модель кухни на районе в той части, что полностью вертикальная или горизонтальная интегрированная модель. То есть, чтобы ребята занимались и производством еды, и полуфабрикатов на заводе, назовем это так, чтобы это была какая-то розничная сеть, чтобы это была своя доставка, свои системы доставки управления, и чтобы это был еще и такой IT-уровень управления компанией, на которой вот она работает. Потому что кухня по-прежнему IT-компания. Слушайте, а вот мне интересно, а вы для чего все это строите? Что вы видите для себя в конце? Лично или для компании? Слушайте, ну, я говорил о том, что мне кажется, кухня, это может стать явлением. То есть, с одной стороны, это компания, абсолютно точно, которую мы там строим, развиваем. Но вообще говоря, кухня, мне кажется, это очень достойный кандидат на то, чтобы поменять подход к питанию городского жителя. Знаете, это же очень давняя старая идея. Вот есть дом Наркомфина, если туда, когда еще были там экскурсии, там была вот эта идея, она взята, что кухня и вот эти вот помещения хозяйственные, где мы, не знаю, занимаемся приготовлением еды, они могут быть отделены от жилого пространства для экономии пространства, для удобства, для чего-то еще, для экономической даже эффективности. Вот. И эти идеи, они старые и давние. То есть, соответственно, что в городе, когда живут рядом люди, они могли бы готовить. Там это не сработало по другой причине. Не было айфонов еще сто лет назад, там много чего было по-другому. Но сейчас это вполне, мне кажется, снова эта идея сама по себе, она оживает. Прикольно, что вы не ответили на этот вопрос в терминах денег. Типа заработать миллиард долларов. Заработать миллиард долларов, это, мне кажется, может быть только промежуточной целью, но не основной. То есть, основная это странная. Ну, тем более, сейчас деньги печатают как не в себя. Почти все правительства в мире занимаются печатанием денег. Поэтому, какую цифру сейчас не назови, никто не гарантирует, что послезавтра мы не проснемся в мире, где миллиард это стоимость, не знаю, супа. Но жизнь же, она проходит. А цель, она должна быть какая-то более-менее устойчивая. У вас курьеры свои? Да, мы управляемыми мы. То есть, курьеры, мы используемся помощью самозанятых курьеров, но выдаем им задания и контролируем его исполнение мы. Где вы находите этих людей, которые по льду в мороз на велосипеде? И как вы их мотивируете? Это хороший вопрос. И он не такой простой. На самом деле, сейчас кухня уже занимается массовым подбором, и мы ищем уже в больших количествах исполнителей наших заказов. Но так было не всегда, поэтому и сам этот подход меняется. Как находить людей, особенно вот сейчас пандемия, она внесла свои очень серьезные коррективы вообще на рынке доставки, потому что большая часть людей, которые там трудятся, они зачастую приезжают из-за рубежа. Сейчас границы страны закрыты, поэтому там образовался такой дефицит по понятным причинам просто отсутствие предложения. Вернее, оно очень-очень сильно сжалось. Но по большому счету курьеры, или мы их называем райдерами, они такие же люди, как и все мы. И они откликаются на понятное человеческое отношение к ним. То есть, когда ты хочешь, чтобы человек работал в плохую погоду, скажем так, в условиях, в которых да не хотелось просто вылезать из-под одеяла, да, лично человек там в такую непогоду еще и крутит педали велосипеда. Часто они не все электрические, часто с таким приводом. Вот для того, чтобы он это делал, к нему нужно относиться и находить подход человеческий в другие времена, когда нет этих сложностей. То есть очень сложно что-то им сообщить такое, что их вдохновит, когда уже случилась плохая погода. Поэтому выстраивать отношения с курьерами и с райдерами нужно на основах справедливости, предсказуемости. Любой курьер, он хочет, чтобы к нему относились как к полноценному работнику компании и не считали курьера как бы последним звеном, которое там отдувается за ошибки других. Второе. Мы в кухне активно экипируем наших курьеров и даем им по возможности, вот насколько мне известно, на рынке одни из лучших условий в плане того, что мы, например, кормим курьеров. Во-вторых, мы даем им возможность отдохнуть в течение рабочего дня. Особенно это актуально, когда плохая погода. У них есть, у нас это называется, райдерские комнаты. Внутри кухонь, которые мы предусматриваем. Делаем там раздевалку, где они могут вернуть. То есть, условно, у них есть возможность вернуться на базу, то, что называется, и отдохнуть, выпить чай, согреться и продолжить свою работу. Это далеко не везде и не во всех компаниях, которые используют труд курьеров, что-то подобное предлагается. Дальше предсказуемость. То есть, вот эти вот взаимоотношения, сколько человек заработал, как оценивается его труд. У нас позаказанная оплата. При этом она зависит от скорости доставки, от фидбэка клиента, если он был или его не было. То есть, это все считается. Соответственно, курьеры, как и любой человек, он хочет понимать обратную связь. Почему он получает столько или столько или столько? Они очень чувствительны к несправедливости, как, наверное, и любые другие люди. Но просто, когда ты работаешь курьером, когда ты в полях, назовем это так. Справедливость – это все, что у тебя остается. Мы с вами пишем это интервью. Как раз два дня назад прошел снегопад. Как-то случился в Москве апокалипсис. И доставка, вся доставка, в том числе и ваша, очень сильно стала задерживаться. В связи с нашим разговором о курьерах, вот какой вопрос. Если он в этот снегопад, допустим, очень долго везет заказ, он за это платит или вы? В каком смысле за это платит? Вы сказали, что его заплата, оплата зависит от стоимости, от скорости заказа. То есть вы его штрафуете в эти дни снегопада, когда невозможно нигде пройти? Нет, нет, нет. Или у вас там меняются условия? Условия меняются, вводятся коэффициенты, они не видны. Мы не берем, вот вы когда задавали вопрос про бизнес-модель, мы не берем, у нас нет ни минимальной стоимости заказа, и нет оплаты за доставку. То есть доставка бесплатна всегда. Ну то есть вы за нее платите? Ну да, абсолютно. Ну как, все равно платит клиент. Вы же делаете заказ, и этот заказ сколько-то стоит. Правильно? Другое дело, что мы не ставим клиента в позицию гарантированно нужно заказать сколько-то, чтобы мы в любых случаях там извлекали из каждого заказа какую-то прибыль или маржинальность. Вот отсутствие минимальной цены заказа и отсутствие стоимости за доставку – это наше такое отношение к клиентам, очень открытое и прозрачно. Мы говорим о том, что смотрите, это сервис, мы сервис, который заменит вам необходимость готовить дома. Поэтому мы готовы инвестировать в то, чтобы вы попробовали и чтобы вы не чувствовали какие-то ограничения каждый раз, когда вы открываете приложение на тему, а вот у меня там не хватает 20 рублей до минимумального заказа и так далее. То есть это наш такой поворот лицом к клиенту. И можно сказать инвестиция в некоторое обучение и выстраивание отношений с клиентом, чтобы клиенты у нас так воспринимались. Что касается курьера, что касается его работы, особенно в такие дни, то есть да, доставку оплачиваем мы, то есть курьеры получают в кухне, курьеры получают за каждый заказ. Но ставка за заказ, она зависит от многих показателей. Но если это упростить, то это такой внутренний рейтинг. То есть курьеры внутри дня рейтингуются от А до С. От этого зависит стоимость, ставка, по которой оплачивается каждый заказ, который к нему попадает. Механизм этой рейтингования, он достаточно непростой. Это сделано для того, чтобы учесть разный уже накопленный опыт, какие бывают ситуации, чтобы отрегулировать взаимоотношения по выполнению заказов так, чтобы это была такая золотая середина и всем было комфортно и возможно. Конечно же, в дни, когда просто невозможно выполнять заказы вовремя, первое, что происходит в нашем приложении для клиентов, повышается оценка обещания. То есть мы обещаем привести не за 15 или 20 минут, а за 40 или 50. То есть это первое, что происходит. Соответственно, вот эта грань, она растет сама по себе от погоды. И она же и является для курьера как нормативом, который он должен выполнить, чтобы получить, например, максимальную оплату за заказ. Но также в особенно экстремальных случаях, когда просто все валится и там возникает, мы, конечно же, включаем как-то другой подход. То есть мы отменяем какие-то вот эти вот рамки и смотрим. Но это такой уже индивидуальный подход для вот этих дней или часов, когда они могут возникать. У лавки была такая же модель, без минимального заказа и без оплаты доставки. Они в итоге от нее отказались и ввели все-таки ограничения. Как вы думаете, почему? Как вы думаете, будет ли такое у вас? Это хороший вопрос. Начну со второго. Будет ли такое у нас, я не знаю, сейчас не планируется. И мы стараемся, и мы всеми силами удерживаем вот именно такое положение вещей и в ценообразовании. Потому что, я говорю, это вопрос подхода. То есть экономика – это по большому счету цифры и не такие сложные. Это арифметика, да? Сама по себе доставка имеет свою стоимость. Ну, просто внутренняя себе стоимость. Потому что это услуга. Мы хотели бы обслуживать людей для того, чтобы они получали обычный прием пищи. Что такое обычный прием пищи? Я говорю, 7 дней в неделю, мы там, обычный человек там 3 раза в день принимает пищу, ест. И там, не знаю, 2-3 вот этих приема пищи могут быть там эмоциональные. Поход в ресторан, вечером, в пятницу, неважно когда, кто когда. Но их всего 3 из 21. И остается еще 18. Вот эти 18 приемов пищи – это то, что мы хотим, куда дойти, и поэтому мы отслеживаем вот на уровне данных людей, которые очень активно нами пользуются. Это самое наше ядро такое клиентов, оно интересно со всех сторон. Собственно, они уже демонстрируют целевую модель, к чему мы введем сервис. И, конечно же, конечно же, когда эта частотность, она такая большая, то есть человек каждый день, например, заказывает, пусть даже не 3 раза в день, хотя бы каждый день по разу, вводить вот эти ограничения, это контрпродуктивно, на наш взгляд, и рушит восприятие продукта. Из-за этого мы зашиваем эту стоимость доставки в стоимость заказа. То есть, грубо говоря, по большому счету мы размазываем эту стоимость по всем клиентам. И получается, что продукт совершенно по-другому выглядит и воспринимается. И не возникает никаких психологических вопросов сейчас. Послушайте, но лавка же тоже вряд ли это планировала. Мне кажется, они тоже столкнулись с тем, что, видимо, модель не полетела, и они вынуждены были ввести. Я же говорю, что стоимость заказа, в итоге, это, в смысле, стоимость доставки заказа, она в итоге не ноль. И для лавки, и для кухни, и для Delivery Club, для любого игрока на рынке, который предоставляет что-то с доставкой. Другой вопрос, сколько составляет эта цена? Она зависит от модели работы, очень сильно, и от модели работы с курьером. Вот по моим внутренним данным, кухня одна из самых эффективных в плане работы с курьером. То есть, если рассчитать себестоимость на один заказ, то кухня будет даже меньше 100 рублей, вот примерно. Это очень хороший показатель. Это достигается чем? Частотность, плотность, то есть кухня работает, ну, ультралокальная доставка, то есть вокруг каждой кухни у нас есть зона, в которой мы доставляем. Соответственно, когда идет плотность заказов, один курьер может сделать несколько заказов по пути. Это всякие умные системы бандлинга заказов в одну поездку и так далее. Вот у нас получается все время улучшать, и постепенно наша стоимость, она еще и снижается, но она и так одна из самых эффективных низких. Как у ребят в лавке, мне сложно судить, я не знаю их внутренние цифры, но я знаю, что подход к курьерам тоже там меняется вот на рынке. Когда курьеров берут, например, за оплату за час, они работают совсем в другой модели. То есть, там получается, что у тебя всегда есть курьер, он получает, неважно, есть заказы или нет, сколько в час он развез заказов, неважно. Я не к тому, чтобы критиковать модель там в лавке ни в коем. То есть, в этом смысле мы занимаемся вроде бы одним и тем же, но и в итоге экономика доставки, она есть. В смысле, она не ноль, никому бесплатно она не достается. Просто другой вопрос, в зависимости от того, как это внутри управляется, это могут получаться разные результаты. Курьеры, краеугольный камень этого бизнеса. Вот в нашем бизнесе у нас четыре зоны, как я сказал, где краеугольные камни. Но если говорить именно про доставку и сравнивать нас вот просто по принципу, что вот мы доставка и еще кто-то доставляет. Потому что, заметьте, вот в отличие от лавки упомянутой, лавка это по сути магазин с доставкой. Соответственно, чисто сугубо экономические такие рассуждения у нас просто эта цепочка внутри длинная, это делает нашу жизнь сильно сложнее, потому что нужно управлять разными бизнесами. Но с другой стороны, у каждого может быть маржинальность, и поэтому у нас больше места, где мы можем зарабатывать деньги. В этом смысле у кухни есть преимущество, особенно в потенциале и на масштабе, быть прибыльной без таких трюков, как вначале всех там умаслить отсутствием стоимости за доставку, а потом ее ввести. Ну хотя бы один кусочек хлеба вы когда-нибудь перестанете доставлять? Ну сейчас нет и таких планов. То есть сейчас можно заказать один кусочек хлеба. Часто заказывают, кстати? Или это скорее экзотика? Вот статистика показывает, что в итоге, правда, на стороне хороших людей. Не часто. То есть мы не вставляем никаких ограничений, мы не боимся этого, когда заказывают. Но таких какого-то количества массового, чтобы люди заказывали просто кусочек хлеба, этого нет. То есть два подхода. Один из них, он такой супер защитный. То есть когда ты как компания к клиенту относишься с настороженностью. То есть что он тебя обязательно захочет где-то что-то. Ну как-то обмануть, воспользоваться и так далее. И тогда ты в своей ценовой политике ставишь такие, ну как бы щиты выставляешь, чтобы никак это не произошло. То есть вот когда-то я занимался там финтеком, и там это особенно явно видно. То есть если открыть банковский тариф, это очень длинная и сложная сетка условий. И эти условия зачастую, они даже вот для обычного потребителя достаточно сложно устроены. Там если не больше то, а если больше то начинается. Вот откуда вот эти все если то? Это же как бы придумывают люди для других людей. По одной причине. Потому что есть большая степень недоверия. Клиент, которого он может делать, что он хочет. Ты ему даешь кнопку заказать, он заказывает. Он может вести себя как угодно. И когда компания начинает закрываться от клиента, она такая, я сделаю такой вот тариф, так условия, что что бы ни сделал клиент, я должен заработать. Появляются вот эти очень сложные конструкции. Если то и так далее. А второй, другой подход, который мне ближе по душе, еще раз, он часто подвергается критике, потому что это вопрос в итоге денег часто. И так вот ваш вопрос, он тоже про деньги в итоге заканчивается. Но это вопрос такой, это вопрос еще и философии взгляда, что мне кажется, любая компания, если она занимается не ерундистикой, а привносит какую-то ценность обществу и вообще как бизнес, то она может найти такую модель и относиться к клиенту, что там есть ценность, которую она дает. Клиент за это платит, это неизбежно, всего есть цена. Но не обязательно относиться к клиенту, что вот обязательно он будет очень-очень плохо себя вести и везде там нагородить таких условий, и что ему становится тяжело. И это, кстати, вот этот подход мы используем в кухне, поэтому там и нет всех этих заслонов, заградов. Можно заказать себе кусочек хлеба. И, кстати, что интересно, я недавно смотрел статистику на этот счет. И если посмотреть отдельно заказанные кусочки хлеба или, грубо говоря, заказы, где меньше там 50 или 60 рублей заказ, вот я смотрел такие, то есть там не обязательно только хлеб, просто очень маленький заказ, который не покрывает даже доставку. Ну вот если его смотреть отдельно, то, кажется, 87% таких заказов, которые у нас есть, их в целом очень мало. Но из них 87% это когда человек забыл заказать что-то. То есть у него перед этим там, ну условно там в 10-минутном такой окрестности, 10-минутной окрестности есть заказ с большим чеком. Так что, интересно, какой у вас средний чек? У нас средний чек колеблется, причем существенно. Еще и 20-й год в пандемию там привнес как раз средний чек больше всего, как ни странно, менялся. Но сейчас он у нас на уровне 600 с небольшим рублей. На самом деле средний чек не является целью, ну таким инструментом и фактором улучшения модели, по той причине, что нам более важна частотность. Что это, я знаю, почему это важно, потому что мы хотим, чтобы клиент чувствовал комфорт заказать лишний раз еще раз, то есть не собирал все на 5 тысяч рублей всю еду на 3 дня в один заказ, потому что так. Мы хотим, чтобы он мог этим пользоваться, когда ему это нужно. Мы даже это внутри называем, когда мы вот как бы модель кухни описываем, мы говорим, что мы он-деменд еда. Подождите. Есть тут? Стоп. Да. Вы хотите, чтобы клиент дробил заказ? Давайте возьмем простой пример. Да, давайте. Я заказываю у вас обед и ужин. Вы говорите, что вам лучше, если я два раза это сделаю в день. Смотрите, с точки зрения экономики мне лучше, чтобы вы взяли и в один заказ положили весь месяц, не только два раза. Очевидно, это лучше. Очевидно. Но с точки зрения развития наших отношений и вашего клиентского восприятия, моего сервиса, намного более здоровое поведение, когда вы делаете два заказа, потому что вы берете в обед, начинаете быть голодными, уберете то, что вы хотите есть в обед и делаете это в тот момент. Я понимаю, что у меня точка контакта с вами произошла. Потом вечером вы делаете это еще раз. Да, будет две доставки. Экономика хуже, чем если вы их объедините. Но, с одной стороны, заметьте, точно так же однозначно, что вы получите лучшую еду, она будет каждый раз горячая, и каждый раз вы будете делать выбор под потребность, которую вот сейчас она появляется. Этим, кстати, кухня очень сильно отличается от подписок еды. Во-первых, это не очень органично, неестественно, на мой взгляд, человеку делать такой выбор. Я не знаю, что я захочу есть через пять дней. Но, конечно же, с точки зрения провайдера услуги, ну или того, кто выполняет. Это намного более простое упражнение – привозить вам еду сразу, надолго, одной доставкой. Намного сложнее делать то, что делаем мы, привозить это тогда, когда вы захотели есть. Еще и пытаться попасть в ваше желание, когда вы откроете приложение второй раз под ужин. Зачем? Обеспечить. Конечной целью каждого бизнеса является прибыль. Разве нет? Или вы ради чего-то другого делаете бизнес? Это вопрос такой. Без прибыли не может быть бизнеса. Это верно. Но это точно не конечная цель. А что конечная цель? Просто изменяется. Конечная цель жизни или бизнеса? Давайте так, сложные вопросы. Бизнеса? Давайте прожить, пока не будем. О том сейчас... Не знаю, но в моем случае... До утра просидим. В моем случае очень, не знаю, стандартный или нестандартный ответ, но вот лично, субъективно для меня это не то, чтобы конечная цель, а смысл заниматься бизнесом, он сводится к двум вещам. Это управлять своим временем, то есть тратить свое время на то, что тебе нравится. И второе, проводить это время с людьми, которые тебе нравятся. То есть в какой-то момент, работая белым воротничком, я понял, что я не контролирую свое время, то есть в этом смысле я не свободен, потому что завтра будет задание, которое, ну, понятно, что можно уйти с работы, но это как-то крайняя мера, но вообще по большому счету задачи тебе придумывают другие люди. То есть бизнес – это свобода? Да, да, это дает большую свободу. Например, на мой субъективный, опять же, взгляд, я по образованию математик, в терминах мат ожиданий, занятие бизнесом с точки зрения чисто зарабатывания денег – это не очень эффективный способ. То есть мы не говорим про попытки заработать баснословные деньги, но чтобы заработать очень нормальные деньги и нормально существовать, бизнес – это слишком рисковое и сложно, ну, в общем, маловероятное событие успеха, поэтому намного больше мат ожидания заработать, делая это не через бизнес. Я в один раз проделала такое упражнение, посчитала, что будет, если я выйду на работу с предлагаемой ставкой или я запущу там свой бизнес с вероятностью там успеха, условно говоря, в 10%. У меня получилось, что ожидаемая сумма равна. Да, и это потому, что 10% – это завышенная оценка. Кроме того, в бизнесе у вас есть возможность потерять в деньгах, в капитале. Легко. Если мы сравниваем бизнес с просто работой или высокооплачиваемой работой, которой достаточно много на самом деле в нашем современном мире, почему, спасибо всей экономике, там у вас нету даунсайда, то, что называется. То есть там даунсайд у вас – потерять время. Опять-таки, второй невосполняемый ресурс, о котором я упомянул, если ты проводишь время, занимаясь не тем, что тебе лежит ближе, и еще и не с теми людьми, ну, все, ты в итоге несчастный человек. Поэтому тут, как бы, видите, бизнес, он в итоге получается совсем даже не про деньги. Бизнес – это про свободу в философском смысле. Абсолютно верно. А чем вы вообще хотели заниматься в старости? Пока что как-то наслаждаюсь тем, что можно не задумываться. Но если так подумать, то точно я бы хотел, чтобы было свободное время на внуков, на семью. То есть не надо было бы тратить это на решение каких-то там бытовых вопросов. Второе, что я очень надеюсь, что вся наша экосистема, в которой мы живем, и вот это отчасти вот к моим таким тревогам, связанным с большими городами и со всей этой штукой, что мы сохраним нашу экосистему такой, что мы сможем насладиться в старости зелеными деревьями, щебечащими птичками, а не будем проводить их в каких-нибудь капсулах в пути на Марс, в надежде, что там откроется. Я правильно сейчас услышала, что из различных общественных, общественно значимых проблем вас волнует экологическая проблема? На самом деле волнует не только она, ну давайте так, их много, которые волнуют, но экологическая актуальная проблема, потому что она, от нее почти нельзя абстрагироваться. Сейчас еще можно, но пройдет какое-то время, и просто это будет невозможно. То есть вот есть другие проблемы, там, не знаю, в современности, там, бедность, неравенство, прочие вещи. От них условно еще, но какие-то способы абстрагироваться есть, особенно если там тебе повезло чуть больше, чем другим, проблема экологического толка, она очень глубокая и страшная тем, что если мы надломим нашу экосистему чем-то, а мы, ну, ради справедливости будем открыты, мы очень плохо понимаем, как устроена наша экосреда, где вот так грань, после которой она начнет необратимо там ломаться, ухудшаться. И если бы не было бы никаких признаков, можно было бы расслабиться, можно было бы сесть и сказать, да как бы еще, сколько еще впереди всего. Но, как мне кажется, вот эти вот последние проблемы с мусором, которых мы там видим, те же самые проблемы с количеством, там, не знаю, лесов, которые уменьшаются, они просто сокращают. Ну, кстати, вот что интересно, в кухне мы, например, видим следующее, я думаю, что не исключено, что когда я буду в старости, я надеюсь прожить длинную жизнь, и старость будет не очень скоро, но что я, возможно, буду рассказывать внукам о том, что я ел мясо животного настоящего. Ведь сейчас вы знаете, что человечество увеличивается в своем количестве, появляется мясо не биологического происхождения. А вы что-то делаете для того, чтобы как-то бороться с той проблемой, которая вас беспокоит? Я стараюсь не злоупотреблять благосклонностью природы, но если говорить про нашу компанию, про кухню, у нас есть очень классная инициатива, я ее очень поддерживал. Ее сделал не я лично, а наши сотрудники. Конструировали такую специальную упаковку, вот этот пакет, вот эти пакеты, которые вы видите, упаковка, она сделана по заказу кухни, мы специально выбирали производителя, чтобы это был перерабатываемый пластик. И для пакета, и для контейнеров мы нашли компанию, которая сможет перерабатывать этот пластик, именно этот и эти пакеты, и какое-то время даже обеспечивали обратную логистику. То есть наш клиент мог отдать заказ точно так же в пакете, вот как вы видите, сейчас забирают, сложить контейнеры после приема пищи обратно, мы отдать их курьеру, чтобы курьер их изобрал. Вот, в силу нашего, в силу пандемии мы немного прекратили вот эту обратную логистику, там вышли специальные постановления о том, что особенно вот эти карантинные меры лучше этим не заниматься. Мы поставили на паузу, но я надеюсь, что мы вернемся к этому. Какой был ваш первый бизнес? Это был Рокет или что-то еще? О, нет, это был не Рокет, это было давно. Я не знаю, что назвать здесь вот первым бизнесом. Первые деньги, которые вы заработали как бизнесмен. Самые первые деньги я заработал, вот вообще история такая курьезная, за нее я получил нагоняй. Это, наверное, это даже не про бизнес, а когда-то это, наверное, 90, какой я вот в школу пошел, в 93-м году, 92-й или 91-й год. Я в детском саду, я эту историю знаю только от родителей, что, значит, я там почему-то еще, по-моему, были в обороте советские рубли. Это было вот какие-то, самое начало 90-х еще вот. И, в общем, в детском саду там были какие-то игрушки, которые были, в общем, всеми востребованы. А были те, которые никому были не нужны. И, соответственно, нужен был какой-то механизм распределения этих ограниченных благ. И вот как-то я там как-то успел отметиться в негативном смысле. Приматизировали ресурс детского сада и его продавали. Что-то там рублей 10, да, у меня были, и они где-то у меня лежали. Но это был только оборотный капитал. То есть еще раз, никаких дивидендов. Это выяснилось, и я помню, ну, я больше помню не как это, вот видите, я здесь немножко путаюсь, зато хорошо помню, как я получил нагоняй от родителей, от воспитательницы. Так что можно ли это считать первыми деньгами? Правда, они мне не достались. То есть это, собственно, как бы еще вот можно считать самыми теми. Хорошо, а в сознательном возрасте? То, что не со слов родителей известно. В сознательном возрасте, если говорить про деньги, заработанные не в бизнесе, это когда я учился в школе, иногда помогал, там, не знаю, настроить компьютер или решить какие-нибудь там задачи по математике, написать реферат или курсовую кому-то. У меня получалось неплохо учиться, и порой бывали такие вот подработки. Собственно, деньги тогда были очень-очень как-то сложным вопросом в семье. Потом мы делали с моим другом и товарищей Мишей Провизионом, мы делали такое в 2009 году. Когда был вот кризис, ипотечный кризис в Соединенных Штатах и так далее, мы только закончили недавно университет, Миша еще учился в РЭШ. Мы сделали такое экономическое СМИ, Флайм.ру, мы писали там статьи, даже совместно с какими-то такими взрослыми профессорами, в том числе РЭШ на тот момент, привлекали студентов и так далее. Мы даже чуть было не продали этот Флайм, как СМИ целое такое маленькое. Вот там уже почти было. Но потом там история так повернулась, что, наверное, нам как-то расплатились с нами опытом, что эта сделка не состоялась. То есть мы первые деньги вообще сделали в медиабизнесе. Ну вот если не считать зарплаты, да, которая вот была до этого. Я не считаю детского сада, не считаю вот этого всего, чего вы не помните. Ну да, если не считать какие-то такие курьезные истории, да, вот это да, что-то такое. Ну опять-таки денег там было очень мало, но формально это были, да, первые. Вы с тех пор, я так понимаю, растите единорога? Несколько попыток. Это уже вопрос? Можно отвечать? Ну смотрите, мы определились, что деньги не есть конечная цель и даже прибыль есть промежуточная цель, да, до этого. Поэтому единорог, если смотреть на единорога как компанию со стоимостью миллиард долларов, то это в любом случае тоже промежуточная цель. Так же, как и прибыль, капитализация бизнеса. Поэтому и один миллиард долларов стоимость твоей компании, это безусловно очень, наверное, приятный момент, до которого я еще не дошел и все еще, наверное, впереди. Но опять-таки он точно не определяет как бы ни цель, ни смысл, ни что такое. Либо будет, либо не будет. Я здесь склонен скорее так, что чем меньше ты думаешь об этом, вот в прямом смысле, вот единорог, да или нет, когда, тем быстрее это все случается. Ну вот когда мы начинали кухню, я отправил такое краткое описание своим близким друзьям, которые в венчурном бизнесе или там как-то мы делали проект. И мне дали ответ, что не получится. То есть мягкий, в смысле не в том, что никто не будет критиковать идею пока, но ответ был такой, что скорее нет, не видим место, как это может работать, когда есть там агрегаторы и так далее. Что было MVP? MVP кухни? MVP кухни это была простая штука. Это вот Антон, который лозит, который один из четырех наших основателей. Мы когда-то познакомились вообще, он вел курсы, там что-то как делать фастфуд, а я люблю ходить на такие, отвлечься от работы, сходить на какой-нибудь отвлеченный курс. И там мы с ним познакомились и спустя, наверное, три или четыре года после того, там Антон искал, чем бы заняться, написал. И я ему говорю, слушай, давай сделаем вот такую вещь, как кухня. И Антону предложили просто попробовать открыть одну кухню. На курсах просто? Нет, нет, на курсах мы познакомились с Антоном. А это спустя какое-то время, вот, когда снова жизнь нас свела. И вы предложили ему. Да, сказали, Антон, давай ты хоть что-то понимаешь в приготовлении еды. А мы с Олегом взяли на себя хлопоты разработать приложение в первом. Потому что идея всегда была... То есть у вас такое тяжеловесное MVP было, да, не на коленке? К сожалению. Но сама кухня первая, насколько мне известно, со слов Антона, потому что я на ней появился только когда она уже работала, у нас уже было две кухни, он делал ее на коленках. То есть он все оборудование первое покупал там на Авито, ну то есть чтобы минимизировать затраты, даже не было какого-то нормального понимания, какой будет ассортимент, там, вот просто такой. Ты готовил сам? В том числе, он утверждает, что готовил сам. Но нет, два повара было с первого дня, насколько мне известно. Но, наверное, что-то Антон мог приготовить и сам. По крайней мере, он так утверждает. Лучше у него спросить. Сколько вы в это вложили в MVP, во сколько оно вошлось? Я сейчас вас пытаюсь, знаете, разговаривать на тему, как быстро запуститься. Да, там на самом деле нет секретов. Насколько мне помнится, мы вкладывали личные деньги, я и Олег, но это что-то типа, наверное, миллионов, 5-6 рублей. Соответственно, все деньги, они пошли сугубо в такое оборудование, хардвер для этой кухни первой. Соответственно, но, как мы знаем, софтвер и разработка, особенно IT-компания, она может быть намного дороже самой. А все, что вот IT-простойка, ее делал Олег и до сих пор во многом делает, хотя сейчас уже много программистов, но для начала все, что было, это было сделано им, и это не входит в эту стоимость. То есть это сложно оценить, но IT-компания как раз благодаря своему софту стоит дорого. Поэтому я думаю, что и сейчас кухня на самом деле для многих людей это вот курьеры, еда, и это действительно так. Но если говорить про стоимость, ее наполнение, то вот эти вот IT-системы, которые мы как-то без устали их совершенствуем и пилим, потому что модель новая, я говорю, у нас даже негде взять какого-нибудь вендора, который, потому что нет компании, занимающейся вот такой моделью. Сейчас я вас, можно теоретической частью прихлопну немножко? Давайте. Вы мне, конечно, ответите. Во всех книжках пишут про стартапы, что если эту модель никто не использовал, вероятно, в ней нет никакого смысла. Да. Как вы к этому относитесь? Вы в это не верите? Нет, вы знаете, это, кстати, очень штука резонная. Но обычно эти книжки пишут не на предприниматели, которые сделали стартапы. К сожалению, очень мало тех, кто... Теоретики. Нет, не теоретики, а очень много книг про стартапы, которые написаны венчурными инвесторами. Как ни странно. Венчурные инвесторы – это такой очень полезный класс, которого, кстати, сейчас весьма не хватает, мне кажется, в России. Но это все-таки люди другого склада. Если посмотреть очень многих венчурных, еще раз не всех, но очень большая часть венчурных инвесторов, особенно успешных, они, это не те же люди, которые делали проекты, которые выстреливали, особенно если мы говорим, серийно. Нет, есть примеры, еще раз вот, чтобы меня не восприняли, что буквально, и там мне скажут, вот же, есть там, не знаю, тот же самый, там, Питер Ти или так далее. Да, они есть, но большая часть венчурных инвесторов все равно – это люди, которые на стороне венчурных инвесторов. Их задача, ну, выбирать, да, выбирать очень сложно. Это нужно делать ставки, когда ничего не понятно, чтобы они случились. То есть, как ведут себя венчурные инвесторы, они говорят, если модель еще нигде не придумана, то слишком высок риск, что она просто нерабочая. Потому что шанс оказаться тем самым, кому пришла в голову идея какая-то, которая не приходила, там, на земле живет сейчас 8 миллиардов людей, быть первым, ну, он просто ничтожен, да, как бы мы ни относились к себе. Поэтому в этом есть очень много правды. Но также здесь этот тезис, он разбивается о очень простую факт. Даже не идею, а факт, что все, чем мы сейчас пользуемся, кто-то сделал в первый раз из людей, и он был. То есть иначе быть не могло, никак не может быть. То есть любая модель, она где-то произошла, да. Ну, в смысле, это просто common sense. Они лишь предупреждают о том, что как-то ешьте грибы, которые уже кто-то ел. В смысле, не пробуйте новые. Хорошо, про набитые шишки. Что с Рокетом-то случилось в итоге? Видите, вы связали. Вчера в главхаус пришел Тинькофф и опять, значит, вспомнил Рокет, сказал, что в Рокете не было ничего, кроме маркетинга. Не было бизнеса. Ну, это его мнение. Хорошо. А вы как считаете? В чем причина? Причина чего? Того, что Рокет не получился. Ну, во-первых, тут нужно ставить вопрос. Это вообще отдельная тема. Нам бы про Рокет надо отдельные, если... Но я избегаю этих бесед. Даже не то, чтобы избегаю, а не включаюсь в них. По одной причине. Я два с половиной года как вообще не знаю ничего о том, что там происходит. И это специально. То есть вот это вот как бы информационное, в том числе, буфер, я его поставил специально, когда переключил свою деятельность. Рокет на кухне. Мне кажется, его уже сколько-то не существует. Какие же я сделал для себя выводы? Из вот из этих двух лет я не сделал ни одного вывода про Рокет для себя, потому что я в нем не участвовал. Из предыдущих почти пяти лет я сделал огромные-огромные выводы из вообще истории Рокета. И они, как ни странно, очень-очень положительные. Потому что Рокет показал, что продукт, который удобен, он находит отклик у людей. Есть что-то в жизни, за что вам стыдно? Это такой сложный вопрос. Да нет, на самом деле, наверное, нет. Стыд интересное чувство. Но, не знаю, иногда я попадал в ситуации, когда, не знаю, мне не хватало какого-нибудь такта немножко, и потом мне могло быть стыдным. А чего вы боитесь в жизни? Следующее. Стыд, страх. Пошли тяжелые артиллерии. Я не знаю, страх слишком сильное чувство, но его нужно тоже градировать, мне кажется. Вот такого какого-то страха на уровне ужаса, наверное, ничего. Вот, например, не люблю фильмы ужасов. Но это, наверное, не то, что вы хотели слышать, просто их не смотрю. Это, кстати, хороший полезный подход, не смотреть их. Но если из таких более-менее серьезных вещей, которые мне... Наверное, вещи, на которые я не могу повлиять. То есть я привык к действию, поэтому, когда я могу как-то еще... От меня что-то зависит, страх у меня атрофируется. Из последнего, наверное, вот очень мне запомнилось, вот недавно я был, там, не знаю, читал интернет в соцсети и отметил такую очень неприятную для себя, некомфортную мысль. И подметил, что люди поляризовались на теме. То есть люди в интернете могут без какого-то анализа и терпимости друг к другу отстаивать точку зрения, неважно, какую. И с пеной у рта просто кидаться на других людей в полемику. Сумасшедшие они всегда были, точечно, и об этом всем известно. Но когда это становится массовым явлением, когда ты с этим сталкиваешься, становится не по себе. Чуть резюмируя, вы боитесь потерять контроль? Да нет, смотрите, есть вещи, которые не вне моего контроля по умолчанию. Я здесь, в смысле, без всяких иллюзий. Бояться потерять контроль над тем, на чем у тебя его нет, это тоже не страшно. Страшно другое, когда есть вещи, которые могут очень сильно на тебе сказаться, очень сильно, а ты никак не можешь. Ты только наблюдаешь за ними со стороны, но очень близко. Это как наблюдать за цунами с пирса, когда оно идет на тебя. Сергей Соломин, который основатель, один из основателей Киви, инвестирует практически во все ваши бизнесы. У вас что с ним за отношения, когда вы с ним познакомились? Ну, вот здесь снова вопрос. С подвохом, потому что на деле же, по фактам, Сергей Александрович лично инвестировал только в кухню. То есть больше нет проекта, где бы он участвовал лично. История с Рокетом, она связана с Киви. И там Сергей Александрович участвовал как генеральный директор, там же мы и познакомились когда-то. Но лично он инвестировал только в кухню. И эта инвестиция как раз закончилась со сделкой, которая произошла в 2020 году. Он вышел, да? Поэтому он вышел. Из всех финансовых инвесторов, которые не участвуют в операционке, он самый толковый в плане вовремя помочь чем-то. И человек, к которому не сложно обратиться, то есть нет какого-то барьера, чтобы до него дойти, чтобы получить какой-то не только совет, а еще какое-то действие. Вот в этом плане он, на мой взгляд, вообще феноменальный человек для такой, как бы... При этом я знаю, что он инвестирует во многие компании вообще, насколько мне известно. Он много инвестирует. Он много инвестирует. В этом смысле Сергей Александрович, вот как личность, он классный. То есть это точно можно сказать. Это я не скрываю симпатию. Но если бы ваш вопрос был бы такой, что он бы инвестировал во все мои проекты, наверное, было бы классно. Но это не так. Это была идея Сергея Соломина продаться Сбербанку? Он хотел выйти? Нет. Это было... Я бы сказал, что идеи продаться Сбербанку, но в такой постановке ее вообще не было. И даже сейчас кухня на 85% с небольшим процентом принадлежит совместному предприятию Сбербанка и МЭЛа О2О. Поэтому продаться Сбербанку все еще и идеи такой не было, и ситуация еще пока не возникла. Но что касается роли Сергея Александровича, саму сделку, которая случилась в 2020 году с О2ОО, он ее как-то лично не поддерживал, не был против. Но он всегда был за то, чтобы компания развивалась, и у нее были для этого ресурсы. То есть в этом плане у него никогда не было такого, что... Ну, никогда вот личные амбиции, мне кажется, вот в чем его, ну, это моя такая личная характеристика его, что его личные амбиции, как там инвестора или кого-то, они не становились какой-то проблемой. В этом смысле он всегда очень здраво оценивал, что если компании нужны, ну, там, какой-то объем капитала, который он не знает, как там, не знаю, предложить или не готов сам вкладывать, например. Ну, опять-таки, там не только речь о Сергея Александровича, но в целом. Когда он сам тонировал, он никогда не предлагал искать каких-то странных путей. Он говорил, тогда нужно найти того, у кого есть деньги, и тот, кто видит. В этом плане он очень, скажем так, цивилизованный подход демонстрирует. Вы чем-нибудь жертвовали ради бизнеса своего? Да. Конечно, жертвуешь стабильностью. У тебя меньше каких-то гарантий, что будет завтра, и ты жертвуешь такой какой-то защищенностью в плане того, что тебе все понятно, как будет там развиваться твоя жизнь завтра-послезавтра. Ты не берешь риск, и это благо, на самом деле, во многих случаях. Вот. Вы, занявшись бизнесом, став предпринимателем, ты берешь риск, ты отказываешь себе в какой-то уверенности, ты, как бы, не знаю, прыгаешь в пучину событий, которые могут как в одну сторону, так и в другую тебя вынести. А где вы берете идеи для бизнеса? Это, они приходят сами по себе, скажем так, у меня вообще есть там записная книжка, вернее, в электронном виде, где я записываю идеи, когда они приходят. С вашей точки зрения, если в другой степь пойдем, кто самый лучший бизнесмен? Да, мне кажется, много, на самом деле. Давайте так, бизнес все же, это не какое-то там искусство высших порядков, что у нас должен быть один гений на всю планету. Мне кажется, их много, во-первых, и я даже думаю, книжку написать, я говорил, для тех, кто хочет стать, поэтому я думаю, что это может быть доступно многим. Но среди личностей, которые меня очень сильно впечатляют и всегда, это Уоррен Баффет, он не совсем предприниматель, потому что он больше инвестор, что, наверное, один из немногих примеров, когда человек дошел до миллиарда и больше и не стал мудаком по пути. Вот, по крайней мере, есть надежда, что он такой. Следующий вопрос, почему у вас не любят электрику? А, ну, я не знаю, это лучше ему задать вопрос. Вот, соответственно, вообще говоря, это очень интересная штука про человеческие качества и бизнес, да, вот как они сочетаются, что вообще действительно статистика на практике очень не очень позитивная. То есть большинство людей, которых получается зарабатывать деньги, в персональном отношении они часто оказываются очень-очень неприятными людьми. Еще там есть Билл Гейтс и другие ребята, которые тоже... Тоже не стали мудаками. Ну, да, вот как бы как раз Билл Гейтс и Уоррен Баффет, и еще там есть ряд деятелей, которые сочетают в себе и умение зарабатывать деньги, и в личностном аспекте, я так понимаю, очень мало есть людей, которые их могут за что-либо там как-то порицать сильно. Один из таких очень прикольных особенностей, например, Уоррена Баффета, раз уж мне про него можно говорить, это то, что он имеет в себе зрелость признавать свои ошибки и говорить о них очень просто. Потому что большинство людей, в том числе в западном бизнесе, они хотят быть идеальными. И нужна сильно большая такая сила, намного большего масштаба, чтобы сказать, да, я ошибся. А вы про свои ошибки готовы рассказывать, признавать? Да, могу вообще, да, могу рассказать, но тут опять-таки сложность следующая с вот этими сожалениями и ошибками, что для того, чтобы ошибки находить, их нужно временно рефлексировать, нужно сесть и их как бы искать. Соответственно, ошибки, ну, такие, я думаю, что мои главные ошибки, как бы мне не хотелось бы этого, они еще впереди. Вот, ну, а так... Вы не рефлексируете лучше? Нет, я люблю рефлексировать, но над какими-то такими большими... То есть я не составляю списка топ-ошибок моих в, там, двадцатом году. Такого нет. Вы не паритесь. Получается, да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...